Всем доброе утро! На часах у нас 7 утра и 5 минут. Мы с Льюночкой уже проснулись, Льюна сидит сзади меня за столом и ждет свою кашу. У нас очень сильный дождь, поэтому Ашер только что вызвался отвезти Льюшу в садик сам. Хотя, по мне, было по силам. Сильнейший ливень всю ночь идет, гроза, гремит гром. В связи с этим мне даже снился параллельно с сон, где шел очень сильный ливень. На самом деле, я ливень очень люблю, но только если это вечером или ночью, когда все спят. А не утром, когда нужно везти ребенка в сад. Или когда мужу надо на работу ехать. Льюше мы заплели очень красивые косички. Вот такие у нас сегодня косички. Давно я не плела вот так две парно. Мама, вот я хочу кашу. Все, я несу тебе уже, я несу. Ага. И снова, что у нас успело произойти? У меня был день рождения пару дней назад. У меня Ашер подарил красивые цветы. Сегодня был день рождения. Я чувствую себя замечательно. Время у нас уже почти 7 часов. Душа охраняет шарик, который принял Саша. И совсем не грустно от того, что мне 28. Именно за счет моих детей я не ощущаю давления своего возраста. Каждым годом я все больше радуюсь. Потому что мои дети становятся старше, крепче, сильнее, мудрее. У нас нету сегодня ни торта, ничего сладенького, ничего особенного. Потому что через 4 дня день рождения у Линочки. Лиша будет 3 годика. Михаил бедный подавился. Ты мой сладкий. Ну потихонечку запихал все вместе в рот сразу. Может быть, когда дети подрастут, мое мнение изменится. И я с удовольствием буду отмечать свой день рождения, приглашать подружек, ходить куда-то в ресторан. Ой-ой-ой. Но пока у меня даже желания не возникает, если честно. Михаил, вот у тебя, вот у тебя прилипло. Когда он видит эти шарики, он сразу все запихивает в рот. И все. Вот сколько положишь, столько запихает. Безостановочно. Давай, Алюшенька, попробуем новую. Новый вкус. Ммм, реально с халвой. Правда с халвой. Очень вкусно. Ашик говорит, я не буду их кушать. Я не люблю халву. Но на самом деле очень они вкусные. Вау. Купила новый набор столовых приборов. Мне очень он нравится. Еще взяла из Фокс Хом вот такие вот красивые стаканы. Ашик говорит, из них холестать коньяк. Но я пью колу, зиру, и мне нормально. Ладно. Сейчас кормим Юшу. Кормим Юшу. И... Потом она едет в сад. Потеряли щетку, и... Поэтому она пользуется сейчас два дня уже взрослой. Я хочу ей купить электрическую детскую щетку. Я просто видела рекламу. Говорят, что очень классная. Ну, и Юшу уже три годика. Мне кажется, ей уже норм будет. Михаил очень сильно кричал ночью. Я не могу сказать, с чем это точно связано. Но я подозреваю, что это погода. Всем привет. Всем привет. Это Лия. Лугаси. Ой. Лия, расскажи, как у тебя дела? Ты скажи мне, ты любишь шоколад, да? Да. А печенье? Да. А халва? Да. А бамбу? Да. При всем при этом она кушает разводную кашу матерна. Она кушает хорошо супчик в обед. А вечером она кушает кашу на молоке. Рисовую или гречневую. Но рисовая ей, по моим ощущениям, нравится больше, чем гречневая. Хотя ест она и то, и то. Но рисовая она действительно нежнее. Мне самой она больше нравится. Вот я им один день варю рисовую с Михаилом. Один день гречневую. Но уже все нормально. Уже были логопеды, которые занимаются жеванием-глотанием. И Ашер спрашивал ее несколько раз, все ли нормально у Леши с речью. Логопед сказала, что да. И у меня тоже есть подозрение, что это еще не так плохо, что она так не выговаривает слова. Мама, вот я вижу. Ага. В силу возраста она плохо выговорит. Но с другой стороны, я боюсь отпустить момент, когда это действительно станет проблемой. И запустить эту проблему тоже не хочется. Пока-пока. Тебе, пока-пока. Скажи, я пошла в садик. Пока-пока в садик. Молодец. Лея сейчас оденет у нас куртку и сапожки. На тебе вот несколько. Туда. Это бомба. Вот так проводят время наши мужчины, пока мы с Лешей в садик обычно ездим. Они просто лежат вместе. Аша строит баррикаду. Целый забор, чтобы Михаил не убежал. И Михаил ведет себя очень хорошо с Ашером. Он не плачет. Машел, хай. Спасибо. Пока моргись. Субтитры сделал DimaTorzok Новый пылесос. Я хотела его, наверное, уже с лета, как он появился у моей подруги. Но дошли мы до него только сейчас. В общем, в счете. На самом деле, предыдущий мой вертикальный хувер. Он просто перестал всасывать мусор. Абсолютно отцелился всем. Я психанула и сказала, все, мне нужен такой. Он хороший, он классный. Я пользуюсь ему уже два дня. Мне нравится, что он очень сильный и мощный. Вот эти сапоги. Хочу одеть ей новые, красивые. Чуния, мы будем поставить это из России, из России. Красивые, из России. А где папета? Вау. Леш, на улице лужи. Надо вот эти одеть. Чтобы ножки не промокли. Где мама? Ту-ту-ту-ту-ту-тай. Да! Нет, ты еще не голоден? Ой, Чуния, ты так сладкий с этим боком. А Шуру так идет эта сумка. Коля, я бы сказал. Просто держи свои руки, кись, хо-хо-хо. Коля, аба, аба, answer. Коля, я бы сказал. Лешенька, я тебя люблю. Сейчас сделаем тест-драйв Дайсона как раз. Сейчас я его притащу и покажу. И сама убежусь, что он хорошенький. Так, Миха, давай тебя на пол. Когда Ашер прибирает салон, он все игрушки убирает на диван. Но Миха-то не может до них достать. Поэтому нужно все назад снимать. А я, когда прибираю салон, я начала теперь игрушки просто все в центр ковра ставить и все. Чтобы Миха-то было легко. Все, хватит. Приступим. Он справился просто на ура. Очень быстро и хорошо. Все, он закреплен на станции. Теперь он будет просто на подзарядке. Пойти выпить кофе, что ли? Миха-то, надо Миха-то переодеть еще. Памперсово переодеть. Пойдем. Супчик надо делать, детка. Еще. Кофе хоть поможет справиться с голодом и немножко взбодрит меня. Моей основной задачей сейчас является сделать супчик с кубиками. Чтобы эти кубики мог кушать Миха-то. Лия себя чувствует более комфортно с пюрированной едой, а Миха-то с кусковой. Удивительно, но это факт. Курица добавлена, и все овощи, и даже лапшу положила. И теперь она просто будет кипеть и доходить до полной готовности. И отваривать я буду довольно-таки долго, намного дольше, чем положено. Чтобы все кусочки мои размягчились, и Миха-то мог спокойно кушать их. Продолжение следует...